2020 год станет знаковым для жителей Верхневолжья. Через полгода Тверская область станет центром празднования 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Торжественные события пройдут во всех муниципалитетах, но главными точками станут Тверь, Ржев, Белый и Зубцов. Что ждет жителей Верхневолжья в следующем мае? Об этом наш материал. На территории Тверской области в 2020 году состоятся три события международного масштаба. Учебно-тренировочная вахта памяти «Бельский плацдарм», открытие Ржевского мемориала советскому солдату, а также экспедиция «Ржев – Калининский район». Она проводится на протяжении четырех лет российским военно-историческим обществом. За это время поисковикам удалось восстановить именно тех, кто принимал участие в Ржевской битве. За этот период обнаружены останки свыше 1300 бойцов и командиров Красной Армии. Из них 95 человек. Вы представляете, за такое время 95 человек удалось вернуть имена. Найден был 20 родственник. И вот эти люди, захороненные здесь, в Ржеве, и переданы родственникам, они тоже обретут свой покой, и память о них будет отражена на Ржевском мемориале. Ржевский мемориал уже начинает обретать финальный вид. Уже началась установка верхней части памятника советскому солдату. Монтаж масштабной скульптуры планируется завершить в середине марта следующего года. Ведется очень большая работа. Я хотел бы отдельно планировать министра Мединского, российского военно-исторического общества в той работе, которая сегодня делается в нашей территории. Во время рассмотрения плана майских мероприятий на заседании правительства также присутствовал и Андрей Савельев, исполняющий обязанности военного комиссара области. Он сообщил, что областной военный комиссариат принимает участие в подготовке акции по увековечению памяти об участниках Великой Отечественной войны. Впервые в истории нашего Отечества и русского оружия в парке «Патриот» воздвигается главный храм Вооруженных сил России. И на территории этого храма будет воздвигнута уникальная дорога памяти, которая длиной 1418 метров по числу дней, 1418 дней и ночей, которые видны боевые действия. И будет там собрано 33 миллиона фотографий участников Великой Отечественной войны. Сейчас с военным комиссариатом собрано сведения о 979 тысячах 67 ветеранах войны. Впереди еще большая работа, к которой Андрей Савельев попросил подключиться и жители Верхнего Лужья. Приходите, пожалуйста, в любой военный комиссариат Тверской области и рассказывайте о своих родных и близких. Мы считаем, что они достойны, чтобы память о них сохранилась в веках. Традиционно в муниципалитетах пройдут возложение цветов к мемориалам, торжественные шествия военнослужащих, патриотические акции, спортивные мероприятия. Регион присоединится к федеральным и международным проектам «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Улицы героев», «Письмо победы» и «Поклонимся великим тем годам». Однако это пока лишь наброски планы мероприятий. Их список еще будет корректироваться. Сделана большая работа по подготовке мероприятий. Но надо отдать сразу и должное. То, что правительство понимает, что это первое чтение, которое надо еще согласовать с муниципалитетами, согласовать непосредственно с ветеранами, согласовать с населением. А для того, чтобы ничего не забыть в эту славную дату. Он также отметил, что в год 75-летия победы уместно организовать поездки школьников в Тверской области к Ржевскому мемориалу «Советскому солдату». Следующий год мы практически с открытием мемориала сделаем возможность того, чтобы каждый школьник имел возможность посетить этот Ржевский мемориал с его открытием. Мы должны прикоснуться и к тем событиям, и к памяти. Ведется большая работа по благоустройству двух главных городов празднования – Твери и Ржева. На данный момент запланирован ремонт фасада зданий, благоустройство общественных мест и приведение в порядок памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Также разработан бренд-бук, посвященный юбилейной дате. В частности, на улицах городов появятся билборды и сити-форматы со специальными постерами, а также ими будут украшены остановки общественного транспорта.